Пивоварка Итак, первая этикетка, с которой я хотел бы вас познакомить, украшает имперский стаут с названием «Лоботомия» питерской команды AF Brew. Налицо хорошие фантазии и креатив, с которыми создатели подошли к разработке дизайна. А если заявленные по разным сведениям от 13 до 15% алкоголя действительно присутствуют в напитке, то штука воистину срывает мозг. Второй напиток, а точнее этикетка, присутствует на продукте троицкой пивоварни «Штамбир». Как и в случае с лоботомией, это имперский стаут. Пиво называется «Юрлс». Кто не в курсе, «Юрлс» – это марка нефти, которая получается путем смешения тяжелой нефти, отбываемой на Урале и по Волжье, с легкой западно-сибирской нефтью. Этим и обусловлен выбор сурового российского нефтяника в качестве лица продукта. Третья этикетка является лицом американского портера «Блэт Мэджик», сваренного пивоварами «Эф Брю». Дизайн лаконичный, черно-белый, мордочка трехглазого кота в шляпе лакает, судя по всему тот самый портер. В общем, черная магия налицо. А мы переходим к четвертому продукту, а точнее продуктам. Здесь я объединил сразу две этикетки с бутылок темного имперского стаута, производимого в компании «Виктори Арт Брю». Мы видим лица легендарных советских летчиков – Ивана Кожедуба и Александра Покрышкина. Дизайн этикеток различен, но замысел в общем и целом понятен. А главное, что сочинив новый сорт, легко продолжить линейку образов. Ну и ожидаемо, пиво называется в одном случае Иван Кожедуб, в другом Александр Покрышкин. Пятым номером в нашем обзоре значится индийский бледный Эль или попросту ИПА с незапословатым названием «Мозаика» от «Эф Брю». Дизайн с названием связан мало. На этикетке красуется индейец, вероятнее всего вождь племени. Но нужно отметить работу дизайнеров. Его изображения выложены из мельчайших лепестков различной градации зеленого цвета. Вероятнее всего имелись в виду лепестки цветов хмеля. В целом симпатичная запоминающаяся картинка. Этикетка номер 6 – красочная яркая картинка с бутылки двойного Эпаль Дорадо. Производство Штамбир. В отличие от мозаики, название полностью соответствует образу. Мы видим открытие Америки. Испанцы находят спрятанный город Майя или Инков, или еще не весь кого. Пирамиды из золота. Но величайшая реликвия – это сияющая шишка хмеля. Седьмая идея лично мне понравилась больше всех остальных – это красные па. Картинка также выдержана в красных тонах. Пиво называется Red Rum. И казалось бы, переводится как Красный Ром. Но в названии и в картинке есть прямая ссылка к кинофильм, снятому по роману Стивена Кинга «Сияние». Вдаваться в подробности не буду, иначе весь обзор можно посвятить исключительно этой этикетке. Отмечу только две вещи. Слово Red Rum, прочитанное задом наперед, переводится на русский как «убийство». И то, что данные па варят питерцы из Эфбрю. Отторопь и недоумение вызвал у меня восьмая этикетка. Но очевидно, что идея дизайна пришла авторам уже после дегустации напитка под названием «Невидимый розовый единорог». Создатели из Мейгер Брюери классифицируют его как «Сайенс Фрик» или «Ученые шутят». В общем, за небольшой этикеткой скрывается необычный напиток из смеси эля и меда. Если кто-то пробовал, пишите в комментариях, как оно вам правда очень интересно. Тевятый напиток, вероятнее всего, любим толкинистами. Называется он «Востелин Хмелей». Производит его «Виктория Артбрю». Дизайн сделан нарочит и небрежно, почти от руки. Но узнается главное. Мордор, башня Саурона, а вместо всевидящего ока половинка мандарина. И мандарин там, потому что это двойной па с мандарином. Думаю, идеолог проекта первой варка Саша Гендальф из-за идейных противоречий с Мордором пить его не станет. Итак, мы дошли до десятого номера нашего списка и по «Рэд Машин». Напомню, так на Западе называли советскую хоккейную сборную. На этикетке кто бы вы думали правильно – хоккеист. Дизайн не забилует интересными ходами, но бутылка с белой этикеткой и ярким красным пятном очень приметна и вызывает желание попробовать пиво. Так что и тут дизайнеры, работающие с «Викторией Артбрю» не промахнулись. В завершении хочу заметить, что для обзора я выбрал довольно популярные сорта пивы известных российских крафтовых пивоварен. Уверен, что существуют и более крутые этикетки. Если так, пишите в комментариях. Я с удовольствием расскажу о них в следующем обзоре. Это был Гоша Грипс и проект «Первая варка». Вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал YouTube, ставьте лайки, ссылки под видео. Пейте вкусно и в меру. Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!